В эфире канал Стройгарант Анапа. Здравствуйте! Мы находимся в жилом комплексе Жемчужина. Это Цибанабалка. И сегодня вашему вниманию хотим предложить к просмотру программу, которая немножко отличается от предыдущих АИНа. Мы уделим больше времени скрытым работам, начальному этапу строительства. Итак, у нас есть независимый эксперт, человек, который разбирается в стройке не понаслышке, так что уверен, много интересного он нам расскажет, так что рекомендую досмотреть программу нашу до самого логического завершения. Руслан, привет! Здравствуйте, Константин! Спасибо, что дождался. Вот, знаю, что ты разбираешься в строительстве, в стройке, я не очень. Начнем прямо с крыльца, потому что, ну, крыльцо является лицом, так сказать, дома. Здесь выполнена уже отмостка. Вы видите, да? Не на том доме. Значит, соблюдение всех температурных швов. Температурный шов нужен для того, при хождении, при перепаде температур, при сильных морозах, чтобы не выдавило и не сломало эту отмостку. Если где-то будет излом, это можно будет исправить, чтобы не пошла отмостка армирована вся. Руслан, вообще, какова вероятность того, что данный модуль треснет при нарушении? Сто процентов никто никогда давать не будет. Значит, девяносто девять процентов, что он не треснет. Ну, один процент никто не исключает, поэтому для этого по СНИПам все соответствует. Знаешь, бросается в глаза. Вот это вот служит для меня как будто бы какая-то грязь. Это что такое? Для чего это надо? И насколько это соответствует вообще технологии строительства? Значит, это армирующая сетка 10 на 10. Прокладывается между двумя рядами газоблока для связки облицовочного кирпича с конструктивным зданием. Еще будет здесь утепление использовано. Об этом мы рассказывали в наших программах. Пройдем внутрь и посмотрим, что нам интересного. Да, на что вот здесь можно обратить внимание? Потому что всегда интересно, когда дом начинается вот просто с первого кирпича. Во-первых, что это за материал? Это газоблок. Ну, все очень просто. Газоблок, но вы догадаться. Сразу при строительстве продумывается электрика для того, чтобы не лишний раз ни штробить, ни пилить. Со второго этажа выведено все. Выведено в гофре. Все грамотно, все правильно. Черновая стяжка выполнена достаточно хорошо. Нет таких видимых перепадов. После чего, я думаю, тут будут разводиться теплые полы. Здесь тоже у нас стяжка, я так понимаю, на террасе. Стяжка выполнена монолитом, после чего возводятся балочки вот такие, которые выходят дальше на второй этаж. Итак, вот теплый пол, о котором... Да ничего, ребята, работы ведутся, а нам нужно мнение, что же здесь такого интересного. Итак, теплый пол, как элемент скрыт скрытых работ, правильно? Да. Я думаю, зрители, те, кто собирается купить дом в Стройгран-Танапе, должны понимать, насколько правильно все здесь сделано или искать шероховатость. На твой взгляд, пожалуйста, расскажите нам об обзорном видении, что мы здесь видим. Ну, бригада монтажников достаточно хорошо выполняет свою работу. Здесь мы видим некоторый мусор, грязь, потом это все удаляется, это ничего страшного. И выполняется сверхстяжка, предварительно армированная. Утеплитель используется в техникуле, для того, чтобы тепло выходило только наверх. Чтобы не было теплопотери, правильно, да. Чтобы не было теплопотери. А вот шаг, между которыми связаны, да, в данном случае, то что у нас пугается, змейка или как, он зависит от квадратуры площади, да? Да, он зависит и от сечения труб, и от квадратуры площади. Здесь мы видим монтаж насосной группы. Вот задают вопрос, почему вот эти две трубы без утеплителя. Значит, эта труба у нас идет на систему полива. Систему полива мы вам покажем еще дополнительную колоде, где сливается вода, чтобы не замерзла. А это идет у нас конечная накопитель. Значит, эти трубы у нас для бойлера. Так, выходы все закольцованы, для того, чтобы не ставить заглушки. Все это позже опрессовывается, проверяется, и монтируется котел уже непосредственно, и сам у нас тоже. Это все срезается, потом монтируется бойлер, и все приходит в рабочее состояние. На данный момент мы видим монтаж теплого пола, заранее подготовлены к лице, рассчитан шаг. Кто не видел ни разу, как укладывается теплые полы, полы укладываются именно вот так. Все грамотно, четко. Ребята работают аккуратно, молодцы. Знаешь, во многих наших программах я всегда обращаю внимание на стены, на то, насколько качественно, ровно они сделаны. Всегда показываю, что прям посмотрите, что это действительно уровень. А так ли ты на самом деле, как эксперт, как специалист. Вот на данной стене можешь рассказать? Да, очень много времени я в своей жизни уделил именно штукатуре поверхностей. Я могу вам с точностью сказать, что штукатурка выполнена высококачественная. Замечательно. Можно сюда поставить правило, либо какой-то другой измерительный прибор. Ну, с высокой точностью я вам скажу, что это идеально. Ну, смотрите, Руслан, всегда вот фасад достаточно красивый, да, в компании «Стройгарантанапа». Сразу скажу, это такой проект немножко необычный. Есть элементы дополнительных работ, индивидуального заказа, заказчика. Потому что, ну, мы видим, да, здесь уже все стеклино, террасы нет, как в предыдущем. Вот мы видели, где она закладывается. Что можешь сказать нам вообще, вот, о внешнем виде дома, о том, как выполнена кладка кирпича, вот, на твой взгляд? Кладка кирпича достаточно качественная. Шов выполнен одинаковый. Значит, мне понравилось, что стеклина терраса. Это необычно, как бы, но сделано полноценное помещение уже. Просили рассказать о кране. Вот, вы видите, вот, вода на улицу. Да, вот, не запитан. Значит, ревизионный колодец мы видим с вами. Здесь предусмотрен, значит, система подачи. Значит, левый кран у нас завод, водоснабжение в дом, правый кран водоснабжение уличное. Для того, чтобы не замерзал, существует кран слива. Кран слива существует для того, чтобы лопались трубы в зимний период при низких температурах. Просто открываем, сливаем воду. Вода сливается, в трубах воды нет. Дуба пустая, труба не промеживает. И еще хотелось бы обратить внимание. Видимо, что здесь произошла уже заливка под забор, который будет стоять. Если здесь какие-то нюансы, на которые стоит обратить внимание, ну, скажем так, а для будущих покупателей дома... Стоит обращать внимание, потому что это все аргумировано. Вязкой арматуры производится для того, чтобы при хождении, при хождении самой ленты, чтобы не рвало, не было трещин и не разрушался сам. Варку нельзя использовать, потому что арматура должна иметь хождение. Видим, да? Что все равно есть хождение. Она должна быть более гибкой. Грунт ходит любой. Ходит при различных погодных условиях, перепадах температур. Для того, чтобы не рвало ленту. А, скажем так, чтобы была определенная гибкость, пускай это миллиметры, но для целостности, да? Уверен, что в наших дальнейших программах мы будем еще больше рассказывать о тех работах, которые находятся за отделкой, за обоями. Ну, а на сегодня, дорогие друзья, это все. В эфире был канал «Строй Гранд Анапа». Руслан, вам огромнейшее спасибо за сотрудничество. Спасибо. Много информации, аж голова такая вот кругом идет. Ну, а вам, дорогие зрители, рекомендую подписываться на наш канал, обязательно ставить лайки, ну и, конечно же, задавать вопросы и оставлять свои комментарии. Так что, до новых встреч. Пока.